Поехали! Ищем третий кейс. Ой, так много. Алексей, после разбора с вами на одном из занятий решила проблему с начальником. Ну, например, сегодня попросили сделать работу. Ну, прямо сейчас, в первую очередь, еще не пришел человек, который ждал от меня документов. И я обычно испытывала сильнейшее напряжение и суету. Чуть голова не лопнула. Как это тяжело-то, боже мой. Алексей, после разбора с вами на одном из занятий решила проблему с начальником. Ну, хорошо. Но, например, сегодня попросили сделать работу. Прямо сейчас. Так, сейчас или сегодня? А, работу прямо сейчас, в первую очередь. Видимо, срочно попросили. Еще и пришел человек, который ждал от меня документов. Стоял, видимо, над душой, да? И я, как обычно, испытывала сильнейшее напряжение и суету. Чуть голова не лопнула. Так. Хотя я осознавала, что я сейчас творю. Успокоиться смогла только тогда, когда отдала документы. И так всегда касается работы. Какого хрена я так себя веду? Так, хорошо. Я приняла... Понимаете, о чем Анастасия сейчас пишет? Да-да-да, я понял. Все понимают, да, о чем Анастасия пишет? Она пишет как раз про осознанность. То есть, она говорит, я осознавала, что сейчас творю. Вот здесь возникает очень много вопросов. Но она продолжала испытывать сильную тревогу. Потому что стоял человек, ждал документов. Поняли, да? Это очень типичная история. Так, ну, Настя, давайте, позвоните мне тогда. Давайте разберем этот случай. Потому что он достаточно типичный. Он требует корректировки, работы над ошибками. Это важно. Давайте это разберем. Я думаю, что все здесь согласятся, что у нас в данном случае Настя сейчас поактуальнее, что ли, в этом смысле. Настя, позвоните мне, пожалуйста. Алло. Снова здравствуйте, Алексей. Да, Анастасия, добрый день. Одну секундочку. Сейчас я выключу звук. Есть? Да. Так, давайте разбирать работу над ошибками. Первое предложение. Алексей, после разбора с вами на одном из занятий решила проблему с начальником. В этой части что вы имеете в виду? Ну, вы, наверное, конечно же с ней вспомните. У меня, я вам сказал... Я помню людей, которые у меня были аж 10 лет назад. И они сами не помнят то, что помню я. Так что не переживайте. Мы разбирали то, что у меня было сильное напряжение перед начальником на работе, что у меня снились там эротические сны с ним. Я помню. Помните? Да. Как же ваши эротические сны можно забыть? Да. К счастью, они мне больше не сняты. Ты к вас страхнул начальник-то или нет? Нет, конечно. Меня после разговора с вами на следующий день пересадили к нему в кабинет. Представляете, что это было для меня? А вы удивляетесь? Вообще люди, когда со мной начинают взаимодействовать, у них происходят странные вещи. Вон, девушка, которая приехала ко мне на семинар в Москве, ей отказали в одном учебном институте Петербурга, потому что сказали, что, сори, нету места. И она уже расстроилась. Прошло несколько месяцев, она поехала ко мне на семинар поучиться. И когда она поехала обратно в Питер, ей позвонили и сказали, вы знаете, одна девушка отказалась, у нас есть место, приходите. Я вам могу столько нарассказывать случаев, что происходит с моими клиентами, когда у них, когда они начинают взаимодействовать со своим консультантом и со мной лично, начинают происходить такие вещи вокруг их жизни, которые просто объяснить очень сложно порой бывает. Какие-то люди, кто-то пропадает на обороты жизни, какие-то подворачиваются в события, какие-то начинают активироваться люди, о которых мы как раз говорим. Это уникальное явление, которое никто, ни я не можем объяснить, это уже давным-давно еще с времен Фрейда возникает. Так, пересадили к начальнику, и чего? Да, то есть, как бы я и так испытываю напряжение, да, Семенович, а тут у меня еще будут с ним сидеть в одном кабинете, то есть я думала, что это будет ужас. Но вот я сижу с ним уже неделю в кабинете, не испытываю никакого напряга, делаю все хорошо, он даже меня выгоняет домой, то есть, ну, хватит работать, иди домой, там. То есть вы по-прежнему стараетесь быть для него хорошей? Нет, 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 просто сейчас дел надо очень много, поэтому как бы задерживаться при конца. А вот именно вот мое отношение к нему, вот мне сейчас это смешно просто, я вспоминаю, да, и думаю, какого черта я вообще так думаю? Вот, ну, встаю с девочкой, с другой разговариваю, она там может его обозвать, она может на него накричать, а я сижу и думаю, о боже, почему я так не могу, например, ну, или не могла раньше, чего я боялась? Понятно, хорошо, это предложение я понял, теперь следующее. Ну, например, сегодня попросили сделать работу, прямо сейчас в первую очередь пришел человек, который ждал от меня документов, и я, как обычно, испытывал сильнейшее напряжение и суету. Стой, вот здесь, Анастейша, в чем история возникла? Пришел какой человек, что попросила, как-то себя начала тревожить? Ну, мне нужно было сделать, пришел, ну, там, руководитель мой и говорит, Настя, сейчас нужно собрать пакет документов и отдать вот этому человеку. И вот пришел человек и ждет, когда я сделаю эти документы. Вот, и сказали, что это нужно сделать сейчас в первую очередь, то есть не те мои дела, которые я хотела делать, а именно вот эту работу, именно сейчас. И все, и я начинаю вот это вот бегать, не то чтобы бегать, но мысленно бегать. Начинаю, у меня гиган, ну, вот, видик вегитатика, поднимается, то есть все напряжение у меня, я не могу… Стоп, посмотри, поднимается вегитатика, поднимается напряжение, когда тебя попросили сделать срочно документы. Да. Стой, смотри, когда тебя попросили сделать срочно, все внимательно слушаем, потому что это классика когнитивного разбора. Когда тебя попросили сделать срочные документы, это просто просьба. Да. Но это просто просьба, и рабочий процесс поднял в тебе определенный градус, так? Да. Так. Значит, ты как-то синтерпретировала и придала сверхценность и важность этому событию. И так я делаю в каждом. Я понимаю. Давай, вот давай сейчас как раз зададимся вопросом, какую сверхценность и какую важность ты придала этому процессу. Ну вот я записала уже эту ситуацию, но как-то мне не хватает, хочется как-то им добиться, расписать побольше. Ну давай, по поводу автоматических мыслей, как ты поняла эту ситуацию уже. Я должна успеть. Я должна успеть. Я должна успеть. Подожди, подожди. Я должна успеть для чего? Ну, если я не успею, то будет, ну, триндец, вот я написала. Нет, давай без триндеца. Давай еще раз. Я должна успеть, иначе если я не успею, то... Ну, не знаю, то... Вот именно, что-то. Ничего. Ну, то ли я буду плохой, то ли... Виновата я буду, наверное, успею. Давай так, я должна успеть для того, чтобы что? Для чего мне надо успеть? Для того, чтобы этот человек не сидел у меня и не ждал. Или там, чтобы из-за меня рабочие смогли, ну, зайти на площадку, ну, на рабочую. То есть... Ну, как-то так. То есть если я не сделаю эти документы... Ты в этот момент считаешь, что на тебя... На тебя возложена вся ответственность, и ты должна быстрее от нее избавиться. Да. Я начинаю. А, предположим, ты бы сказала, я сейчас не могу сделать документы. Или что тебе бы помешало? Что тогда было бы? Ну, сказать, что не могу, это было нельзя сказать, потому что... Это было реально важное дело. Без этого бы рабочие наши, они бы не зашли на строительную площадку. Так. Вот. То есть это нужно было сделать прямо сейчас. Так. Вот. А что было бы, если бы тебе пришлось бы задержаться, а рабочим подождать? Ну, вот ничего бы не было. Подождали бы. Они стояли, ждали меня на улице. Не меня вот, а когда я сделаю. И там минут 10 еще бы я задержалась. Никто бы не умер от этого. Хорошо. То есть ничего... А что тебе дает себе лично... Внимание, сейчас вопрос такой. Что тебе дает тебе лично история про то, что ты делаешь быстро? Вот задумайся сейчас. Я не знаю, я как будто начинаю сомневаться. Вот когда я начинаю делать, мне нужно вот работу быстро сделать, да? И я начинаю вот... Ну, вот если мне сказали, так надо быстро, значит, надо быстро. И чтобы этот человек, ну... Если он скажет, что надо быстро, то надо сделать это быстро. А я начинаю почему... Вот не могу понять, почему я начинаю суетиться и вообще делаю кучу ошибок в этих документах. Потом заново все перераспечатываю. Короче, вот тут бом. Нет, еще раз, вопрос ты не наслышала. Что тебе дает то, что ты делаешь быстро? Ну, типа я молодец. Типа я молодец. А давай без смеха сейчас. Что это значит? Ну, я молодец. Я сделала то, что мне сказали. Не подвела никого. Так, то есть ты, получается, испытываешь, используешь одну тактику. Смотри, как эта тактика сейчас выглядит. Записывай ее, запоминай. Тактика делать быстро. И максимально хорошо. Да. Это тактический навык. Дело не в желании понравиться здесь. А здесь в том, что каждый человек – это обезьяна. Которая в детстве научилась определенным навыкам. Ну, грубо говоря, обезьяне давали банан за то, что она делает быстро. Или наоборот, обезьяна что-то сделала быстро и дали банан. И вот так эта обезьяна научилась понимать ситуацию простым образом. Чтобы мне дали банан, я должна делать быстро и хорошо. И любая ситуация, какая бы она ни была, банальная, простая, абсурдная, где надо что-то сделать, даже просто пойти в булочную, блядь, купить хлеб, она это будет делать быстро. Ну, я быстро хожу, я быстро говорю. Я вот такая. У меня люди, блядь, не понимают, что я говорю. Просто я трендечу без остановки. Вот и все. Потому что ты обезьяна, которую... Которая научилась делать быстро, потому что это навык получать как раз ту самую благодарность, любовь, внимание и так далее. Пишем внимательно сейчас все, у кого это так. И Настя в том числе. Чтобы справиться с вот этой вот суетой и навыком делать все быстро. И именно поэтому теперь поняли, почему Настя градус подняла. А ей просто поставили в ситуацию, где она по-другому не умеет. Поэтому навык заключается в том, чтобы начать, пишем, осознанно делать, Настенька, как? Медленно. Медленно. Ходить по магазину на своих красивых ногах медленнее, в два раза. Мне все говорят, Настя, куда ты так... Как ты так и проходишь? Я тебе про это и говорю. Потому что единственный навык, тебе придется ломать рефлекс в этом смысле. Тебе придется ходить медленно, отдергивая себя со словами Настя, ты не обезьяна. Куда ты несешься? То есть, первое, ходить в два раза медленнее. Когда к тебе придут и скажут делать документы, ты начинаешь делать документы, спокойно кладя их на сканер. Даже немножечко как даун, понимаешь, да? То есть, немножечко медленно. Тебя будет внутрить по принципу твоему навыка. А ты берешь и каждую бумажечку сканируешь, как патологический идиот. Понимаешь, про что я? Вот только так мы сможем с тобой дать себе навык. Пишем, какая цель такого действия. Цель... Не перфекционизм здесь вообще. Цель показать своему организму, что если ты делаешь 30 действий в минуту, результат один. И если ты делаешь 20 действий в минуту, результат такой же. Отсюда организм сделает вывод, что если у тебя от перемены мест слагаемых сумма не меняется, у тебя организм сам прекратит суетиться, когда тебе будут начальники что-то просить, у тебя сам организм прекратит так поднимать градус, потому что сейчас у него нету навыка альтернативного, понимаешь? То есть, он у тебя привык решать задачу только так. Он у тебя не умеет решать задачу спокойно. У него нет такого опыта. Так, ты ему этот опыт должна научиться давать. И показать себе, что от того, что ты не делаешь вот так вот гипертрофировано, гиперактивно, результат точно такой же. Никаких проблем нет. Почему вот люди, некоторые, да, они ведь тоже, бывает, спешат, они делают работу быстро, но чётко. То есть, и они не парятся, они, наоборот, как-то свободно и чётко выполняют за короткий срок, и у них нету суеты и вот этого всего. Но ты путаешь быстрое выполнение без эмоций, и ты путаешь невротическое желание быстрее, 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 быстрее. То есть, если я, например, быстро что-то делаю, я не знаю, что, ну, не знаю, какой пример привести. В общем, когда люди делают что-то здесь быстро, в целом, они это могут делать профессионально. По поводу того, что ты ешь быстро, говоришь быстро и ходишь быстро, да, здесь, с детства, скорее всего, ты это научилась, вот этому такому поведению, да, плюс ещё есть твоя акцентуация характера. тоже с детства, но тебе надо давать своему мозгу как раз навык вот этого другого поведения. Кушать медленно, ходить медленно, говорить медленно. Вот попробуй сейчас говорить медленнее, пожалуйста. Я хотела задать вопрос. Давай. И забыла, какой. Вот, хорошо. А расскажи про своё детство. Я плохо помню своё детство. Я всё время спрашиваю сестру о нём. Она старше меня, она как бы помнит меня маленькой. Но я маленькая какая была? Медленнее, Класса до пятого. Это такая девочка с кривыми зубами, в очках, училась на четвёрке и пятёрке. Потом в какой-то момент познакомилась, у меня подруга познакомилась с компанией, с мальчиками. Я резко скатилась на тройке, на двойке, стала пугать. Секс вытесняет учёбу. Что-что? Неважно, не обращаясь. А, ну, да-да-да. Сменилась вот стиль одежды там на толстовку Мирвана. То есть, как бы, ну, это не совсем было, я как бы не зациклилась на том, что это Мирвана, то есть изменилась, как бы. Вот. Родители, родители, всю молодость пили, брались. Подожди, а вот эта гиперактивность, она у тебя когда началась? Ну, как я стала замечать, это вот с первого дня, как я пришла вообще... Медленнее. Когда я первый раз пошла устраиваться на работу. Тогда у меня случился вот конкретный такой пик вот этой вегетатики какой-то. Медленнее. Поняла, что что-то со мной нет. Вот это с 2006 года. А что это была за работа, где ты устроила себе пик вегетатики, где ты начала суетиться? Это было... Ну, я закончила технику, поступила в институт, и тут меня папа устроил на работу. Это была моя первая работа, вообще, на которую я пошла. Это был офис, взрослые люди, все там профессиональные такие сидят. И я тогда пришла молодая, ничего не знаю. Встала, меня с ними знакомят, я встала, и ничего не слышу, даже что они мне говорят. В голове шум, то есть я не могу ни слова сказать, то есть это туалет хочется, то есть это хочется убежать, и все такое. И, наверное, вот неделю я не могла работать первую, меня рвало постоянно. То есть это вот такое было сильное напряжение, я не могла думать о работе. Потом там еще появился мужчина, опять же, к которому, как бы, я, ну, то есть, как бы, я хотела ему понравиться, то есть я переключилась на него, и это было такое вот желание быть с ним, а потом произошел с ним секс, и меня чуть не стошнило на следующий день от него, то есть, ну, такое вот все. Судя по тому, что ты говоришь, как только тебя устроили на работу и так далее, ты сразу стала пытаться произвести там хорошее впечатление. Ну, я думаю, да, потому что это вот такое, именно вот это я поняла. Я всегда с детства была такая вот зажатая, как... А можно тебе задать личный вопрос по поводу этого? у мужчины этого секса? Конечно, можно. А что ты себе доказывала этим сексом? Ведь девочки очень любят себе доказывать сексом совершенно не то, что они хотят. Многие девушки готовы заняться сексом для того, чтобы себе доказать, а не потому, что он ей ферлично нравится. Правда? Конечно. На тот момент мне казалось, что этот мужчина мне дико нравится. Мне прям от одного его сообщения там, я не знаю, ну, бабочки в животе дурчали. Ну да, она подобрала политкорректное слово к физиологии. Да. А теперь-то, когда я уже об этом вспоминаю, я думаю, он мне не нравился. Так что ты доказывала? Я хочу это услышать. доказывала? Ну, как сказать, даже не знаю. Ну, что вот он должен на меня внимание обратить, чтобы он понял, что я вот вся такая. И если он меня отрахнул, это означает, что? Значит, я достойная там, внимание, да? Красивая там, еще что-то не знаю. Я достойная, красивая. Что еще? То есть ты пыталась сексом доказать себе, да, что? Что я что-то значу. Что если он на меня обращает внимание, значит, я что-то из себя представляю. Так? Ну, может быть. как-то тяжело это понять. Да, это девочкам вообще тяжело понять, когда они вступают в половую связь с человеком, который, в принципе, она не очень понимает, что ей движет. Но очень часто, очень часто ей движет именно история, что если он с ней что-то делает, значит, она не совсем конченая. Потому что с конченой он это делать бы не стал. Логично? Может быть. Так я к чему это? Я к тому, что, скорее всего, ты всю жизнь пытаешься получить вот это подтверждение собственной значимости и собственного вот такого способа существования через вот правильное удовлетворение мужских потребностей. начиная с документов заканчивая чем-нибудь еще. не может быть. Я вот по жизни, вот как сейчас Катерина написала, вот в моих глазах, вот как я себя ощущаю, что я вот такая вот конченая, а мы несчастная там. У меня вот плохой дом, плохой муж, плохой ребенок. Вот у других все по-другому. У них классный муж, у них вот квартира другая вот. то есть они такие счастливые, а я вот такая вот все время болею, хотя такая несчастная, то есть все время почему-то другие люди, как бы, я их выше ставлю себя. А еще есть такой момент, что внутри, как-то внутри я знаю, что я лучше их, как будто. Я вот знаю, что я лучше их, я красивее их, я умнее многих, я это знаю. И тут вот у меня вот какое-то противоречие такое вот, непонятное у меня. Вот смотри, стой. Внутри я лучше, а снаружи я хуже. Это дерьмо, да. Вот теперь смотри, скорее всего, вот то, что ты сейчас описала про то, что ты внутри, это действительно твоя внутренняя самооценка. Ты действительно трезво оцениваешь окружающих, и ты действительно трезво оцениваешь некоторых людей, говоришь, ну я объективно умнее, лучше и интереснее, ну как тебе кажется. Ну да, да. И это и есть твоя внутренняя часть под названием уверенная Настя. Но на эту вот уверенную Настю набросили вонючий какой-то старый халат, который, в котором она не видит вот эту внутреннюю уверенность и внутреннюю часть. Вот этот халат, ты хуже, ты тупая, и ты ничего из себя не представляешь, он не твой. Это какая-то навязанная история, сто процентов не твоя, но она навязанная каким-то образом как-то где-то из детского периода. Ты обмолвилась, и мне здесь очень важна тема папы сейчас. Вот можешь здесь поподробнее сейчас тему папы осветить, потому что девочки сейчас замерли буквально, потому что это у каждой второй девчонки в нашей стране такая хрень. Ну, папу своего я плохо помню именно в то время, когда я была маленькой, его практически никогда не было дома, он у меня такой творческий человек, у него была своя художественная мастерская, он там рисовал, пил, то есть как бы особого внимания к нам не было с сестрой. Также они дрались дома с мамой постоянно, и мать пила, и мать до сих пор пьет временами так хорошо. Потом папа заболел, у него случился инсульт, он перестал пить, и тогда у меня появился папа, который ничего не может, это он не умеет, это ему леет, он ничего не поет, то есть он такой человек, который достал сахарницу, поставил, на стол шкафчик открыл. Подожди, я хочу про другое сейчас. Давай сейчас про историю, где маленькая Настя стала считать себя хуже. Я даже не знаю, я говорю, мы в детстве еще, когда с ребятами гуляли, я стеснялась перед ними кушать, пить, то есть была там, вот, выхожу из дома, из подъезда, если во дворе сидят какие-то люди, там, молодежь, там, ну, из других подъездов, то есть я обходила дом, ходила в магазин, то есть сзади дома, потому что я дико стеснялась, то есть вот такой был у нее. Потом был еще один момент в моей жизни, был такой человек у меня в жизни нехороший на тех 90-х годах, такой страшный цыган, бандюган, который меня, можно сказать, изнасиловал, прям возле, возле дома, ну, возле квартиры, да, где была мама дома. И вот это я так все пережила, я никому это не рассказала, кроме подруги, ни маме, никому. После этого у меня начались нервные тики, там, на глазах, например, я в школе сидела, у меня ладьер просто, и когда я его видела последующие дни, у меня был дикий страх, прям, дикий страх, вот, такой, вот, когда все тело пронизывает, вот, так же, как в виде гитатика поднимается, вот тогда такие же дни штуки, вот, не знаю, я уже всю жизнь свою перелопатила, просто я так попадаю, у меня нет ни дня, чтобы что-то не болело, и я, конечно, устала, мне всего 33 года, я симпатичная, молодая, у меня прекрасный сын, прекрасный муж, то есть, есть работа, родители, ну, как бы, друзей куча, а я не живу, я просто вот плачу, либо я болею, либо я борюсь, вроде борюсь, 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 я все равно что-то делаю, да, я нашла важно. Подожди, я понял, еще раз, давай вернемся к истории про то, в какой момент ты стала чувствовать себя не такой, как все, хуже. Ну, я не могу так сказать точно. Я просто вспоминаю, как я вот, вот как я сейчас рассказала, что я обходила, да, в дом свой, чтобы меня не смотрел никто, я не знаю. Ты не помнишь этого переломного момента? Такого переломного нет. мне кажется, что я как будто бы всегда уже такой была. Я понял. А вот эту историю про то, что появился новый мужчина, как это произошло? Когда насилие это произошло? Ну, ты говоришь, я папу не помню, а потом отчим какой-то был? Нет, отчим он не был. Папа-то у меня есть и сейчас есть, я просто я имею в виду, я его не помню. когда я была маленькая, его дома постоянно не было. А что маленькая Настя думала по поводу того, когда его не было дома постоянно? Я не знаю, но у меня вот в голове такая вот картина висит, когда я пошла первый раз в школу, я лежала в кровати и вот он пришел мне, купил цветы, чтобы я подарила учителю на первом сентября. И вот для меня это было такое удивление, что папа пришел еще идти и мне принес вот это я помню. Потом как будто я опять ничего не помню, только помню, когда он заболел. Вот это удивление, оно собственно уже показывало то, что ты удивилась, что папа вообще к тебе проявил внимание. Ну да. И вот здесь любое внимание мужчины скорее всего порождает любое твое удивление. Как это ко мне мужчина проявил внимание, то есть скорее всего у нас с тобой есть именно вот на такой ранней стадии фиксация и формирование состояния, где ко мне в принципе внимание проявить-то не по какому поводу нельзя. Да. А потом по поводу этого бугая навалившегося, который проявил внимание, кстати говоря, ты как это интерпетировала? я не понимаю, про что вы спрашиваете. Ну вот про этот элемент насилия. А, я как это что делала? Ну, это же было проявление внимания, по идее. Нет, это нет, это был для меня страх, я ужасно его боялась, это было лужиное. Это понятно, что его боялась, но это было внимание в любом случае. Как ты к этому отнеслась тогда? Я не хочу такого внимания, я не хотела. Это понятно, никто не хочет такого внимания. И он мне не нравился, как бы я не хотела. Я понял. Но отнеслась ты к этому как? Я не знаю, как. плакала и никому не рассказала, кто это в себе переживает, я не знаю, как я это не впугалась. А как ты сама думаешь, на тебе это как-то отразилось? Я думала об этом, не могу сказать точку. Не могу сказать. Ну, у меня нет такого какого-то там как сказать то есть как бывает после насилия, что девушки не могут сексом заниматься или проблемы с мужчинами. У меня такого нет. Все нормально. Не знаю. Скажи, пожалуйста, когда тебе мужчина сегодня делает комплимент, ты смеешься? Я смеюсь, и тут у меня опять сразу. И вроде мне это льстит, а с другой стороны я думаю да фу, да не может кого быть. Он врет. Вот смотри, теперь запомни это. Ситуация, где тебе папа приносит цветы в школу, чтобы ты дала их класс руководительнице, и ты говоришь, ой, ничего себе, мне папа цветы принес. И вот эта ситуация уже взрослой Насте, которая мужчина делает комплимент, это одинаковые интерпретации, это одинаковое удивление, понимаешь? это одинаковое удивление. И тебе здесь придется потратить время и силы, чтобы попытаться это не на автоматизме пускать, а чтобы попытаться себе объяснить, что твоя привычная форма обесценивания себя это привычка с детства. понимать внимание папы мужчин как незначимое и удивительное. Вот ты же замужем. Да. А если ты так удивлялась вниманию мужчин, и для тебя это было каким-то их недоразумением таким, то как же ты вышла замуж и как муж к тебе относится? Ну, вышло потому, что я после многих долгих лет совместного проживания мы поженились, я сама ему сделала предложение, то есть мы, я его на слабо взяла, и мы так поженились. как это на слабо? Ну, мы жили уже практически 10 лет вместе, и он никак мне предложение не делал, ничего. Меня это достало, говорю, давай поженимся? А он такой, ну, давай. Я говорю, да что ты врешь, как всегда, болтаешь? Так. Он говорит, ну, Ну, Он говорит, ну, давай. Ну, все, ему поженились. То есть это была история про то, что ты тоже ему не верил со словами, да что ты прикалываешься, что-то прикалываешься, давай, 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 ну и решили пожениться. Ну, да, но я, конечно, считаю, что я его просто на слабо взяла. Я понял. А он тебе комплименты делает? Ну, нет, он у меня такой мужчина, он не любит вот эти сяськи, масяськи или как это называть. А есть какой-нибудь человек, который тебе делает комплименты? на данный период нету так. бывают люди и девушки, и мужчины. Ну, это понятно. Ну, даже вот по поводу девушек, да? Я просто к чему спрашиваю? По поводу девушек я уже тебе говорил. Значит, я к чему спросил? Интерпретирую это сейчас так, как считаешь нужным, комплименты. тебе необходимо учиться новому опыту получения комплиментов и вот этого вот искреннего мужского такого теплого отношения к тебе как к человеку. то есть не вот тебе надо с мужем обсудить это, что тебе если ты не хочешь вот это вздрагивание и вот этой суеты, тебе нужно сначала в два раза медленнее все делать, а потом научиться выслушивать и принимать комплименты какая-то охеренная. а не обесценивать это своим хихиканьем со словами ой, они прикалываются. Да, я все время кухихаю. Я понимаю. Поэтому тебе необходимо поменять поведение на 180 градусов. Скажите мне, какая я хорошая. Подарите мне подарок. Капец. Капец, потому что ты это не умеешь. Я тебе про это и говорю. Это 180 градусов. Поняла? И вот когда ты у меня сможешь попросить подарок и попросить сказать, какая ты хорошая, и чтобы тебя похвалили, это метафора той самой маленькой девочки, которая придет к папе и скажет, папа, ну скажи мне, что я красивая. Да, ты красивая. А теперь подари мне вон ту куколку. Я же хорошая дочечка. Вот тогда начинается самое забавное. вот тогда ты получишь тот самый навык, который тебе и нужен. Особенно касается просить любви, просить Настя обнимашек. Ну, я сама отстала, как мой муж. Не не могу. Ты понимаешь, что тебе придется на 180 градусов разворачиваться, просить обнимашек, просить подарков, просить внимания. тебе придется вернуться в ту самую маленькую девочку, которая попросит то, чего она не научилась просить. То есть, нам придется это протащить еще раз, потому что маленькая Настя этого не смогла сделать. Редко можно увидеть. Спасибо. Насть, чувствуешь, да, как это нелегко будет этой девочке? Да, я вообще пока с трудом представляю, как это сделать. Потому что в тебе, вот это, грубо говоря, говоря транзактным анализом, вот этот ребенок, он застрял. Он замолчал, зажался и скукожился. но внутри она чувствует, что она хочет подарка. Внутри она чувствует, что она достойна подарка. Внутри она чувствует, что она хочет этих комплиментов и хочет этого внимания. И пока мы с тобой не научимся это проработать с этим ребенком маленьким, мы с тобой эту штуку не разработаем. Вот когда ты напросишься подарков, комплиментов и так далее, пообнимаешься и так далее, Вот тут ты вырастешь внутри. Вот это твое хихиканье слышала? Да. А знаешь, сколько лет этой девочке, которая хихикает? Ей восемь. У тебя даже хихиканье восьмилетней девочке, которая хихикает, улыбаясь и боясь одновременно. Да, да, так и я. И нам эту девочку, которая там у тебя внутри хихикает, ей надо научиться немножечко просить, обниматься и просить от папы метафора теплоты. Услышала меня? Да. Что думаешь? Ну, надо мне подумать, переспать с этой мыслью. Переспи с кем хочешь, включая смысл. Я хочу не научиться, конечно. Слышали, да, какой этот подросток инфантильный? О, там у нас какая-то бабец проснулась. Где этот ребенок-то? Ребенок что-то замолчал, там женщина засмеялась. Ну-ка, скажи что-нибудь. Свереноплачено. О. Итак, подведи итог, что ты интегрируешь, какие новые формы, две формы поведения новых. Поехали. Ну, самое главное, начинай сюда тормозить. Ходить медленно, делать все медленно. Я уже пыталась... Говори медленно. Говорить, кстати, да, говорить. Нигде не буду. Нигде не буду. Нигде не буду. И буду просить чего-нибудь у мужа. Во-первых, я сама попытаюсь даже не попросить у мужа обнимать меня. Или я буду это делать, конечно. Но я хочу сама научиться не злиться на него, а вот пойти и самой обнять его, подойти. И так же у меня вот есть и нас с мамой. И мы с мамой не можем обнимать. Да. Мы не можем, у нас нет этого. Тебе... Ты понимаешь, теперь тебе предстоит реверсная 180-градусная техника проработки именно этой. Вот тебе лопата, вот тебе грабли. Надо делать. Не знаю. Понимаешь? И не просто так ребенок сейчас тебе в комнату зашел. И могла я целоваться всегда, даже сейчас. Только с папой могу целоваться и в губы. И вот только папа меня обнимает. То есть вот так еще есть. А ребенок тебя что попросил, когда он в комнату зашел? Лег со мной, просто принес мне игрушку. Что? Лег со мной рядышком и принес мне игрушку. Какие были эмоции? Да нет, никаких спортов. Ты слышала, что он тебе принес игрушку? Да. А что тебе надо просить у папы? Игрушку. Если ты 8-летняя дочка, тебе только что... Если ты 8-летняя девочка, в которой ты застряла, и мы тебе это показали, то сейчас ребенок принес этой 8-летней девочке игрушку. Со словами «Не плачь, все хорошо, пойдем играть». Да. У меня все время нет, мама так играет. Ну, да. Вот психоанализ так и работает в процессах. Я хочу, чтобы ты внимательно переслушала этот кейс. Конечно, я все переслушаю. Настя, скажи, пожалуйста, а мы можем анонимно его показать нашим зрителям? Да, конечно, пожалуйста. Спасибо. Потому что это очень популярная штука, и я хочу показать, как тут анализ работает, а не только когнитивная терапия. Ты поняла, что нам с тобой придется на 180 градусов получать опыт? Я поняла. Главное мне взять с собой, не лениться, не уходить вот в эти болячки и не думать все время об этих болячках. У тебя нет болячек. Ну да, вот именно, что у меня их нет. Вот так, да, я знаю, что у меня их нет. Ну, карточка у меня сантиметров внести в толщину, и блин. Что у тебя сантиметров 10? Ну, больничная карточка. Я знаю, ты можешь делать колоноскопию, сублимировать свое сексуальное желание, сколько тебе угодно. Но тут надо понимать, что твоя ипохондрия – это выход напряжения. Начни делать то, что я сказал, медленнее все это, объясняя мужу и получая продарки, и получая вот эту всю историю любви, объясняя этой маленькой девочке, и прорабатывая параллельно когнитивными таблицами рациональную часть, и перестань суетиться, и всем нравится, как восьмилетняя девочка, и я думаю, что твоя история с тревожностью закончится. К тому же твоя вот эта ипохондрия, она еще же основана на очень сильной, дикой сексуальности, соблазнить папу и понравиться папе. Именно поэтому, скорее всего, Фрейд бы еще здесь тебе бы говорил о том, что ты подавляешь огромное количество сексуального влечения, которое ты не реализуешь. Блин, я вот это вот знаю, я вот это знаю, я вот знаю, что у меня вообще какой-то вот, как сказать, неозабоченность это? Это называется неозабоченность, это называется элемент этой самой, как его, нимфомагии. То есть если кому-то вот подруг там секс, ну да мне нафиг, это не надо, мне это вообще надо. Зайка, для тебя секс не просто надо, для тебя секс это способ жить. Это способ получить любовь и надобность. Ты через секс доказываешь, что ты имеешь право быть нужной и так далее. И скорее всего, профессор Фрейд бы сказал, хватит морочить ей голову всеми этими техническими нюансами, это правильно, но главное, чтобы она научилась выражаться в сексе не подавлено под кустами и под одеялом с вибраторами двумя. Молодцы. Именно то, что ты подавляешь, что за фантазии, какие фантазии, как это выглядит. О да. То есть, здесь у тебя поведение в два раза медленнее. Выражение с мужем, просьба подарков, капризничает, эта девочка просит любви обнимашек. Четкое понимание, какие сексуальные вещи ты подавляешь, что ты тормозишь, обсуждение этого и попытка договориться или реализовать это. То есть, у тебя в твоей терапии очень много полостов, которые надо двигать. Вот это называется психотерапия, а не рассказ про ВСД с паническими атаками. Ты не ноешь, ты сейчас просто кое-что прочувствовал. Возвращайся к этой самой девочке, просьмилетней, и веди с ней диалог, которая боится попросить любви, боится попросить поддержки и умеет только несколько навыков. Это делать все быстро или делать глубокий горловой минет? Ну да, это умеет. Я не сомневаюсь даже. Я тебе даже больше могу сказать, что ты умеешь. Понимаешь? Потому что это способ, что? Показать преданность, показать, ну, все, что ты можешь, чтобы тебя любили и так далее. Поэтому секс для тебя и будет важен. Настенька, спасибо тебе за кейс. Ты, по иронии судьбы, практически начала и закончила. У нас была девушка Катя и ты, которые поднимали такие темы. Вот мы начали сексуальные темы Кати с шестом, вот и закончили тему Насти и горловым минетом. Прекрасная история для психоаналитика и прекрасная история для разбора кейсов. Спасибо тебе огромное, Настя. Желаю тебе успехов. Надеюсь, мы с тобой еще увидимся и поговорим. До свидания. До свидания. Ну что же, как я сказал, мы начали и закончили классикой психоанализа про соблазнение и про поведение женское. Я постараюсь этот кейс подготовить к отдельной истории для канала, потому что он, как и Катин кейс, мне кажется, откликнется в большом количестве девушек. Спасибо большое за доверие. Я надеюсь, вы посмотрели, как работает психоаналитик, как работает когнитинно-аналитический терапевт, как я, в конце концов, веду занятия. Надеюсь, что вы видели, как это примерно происходит, прикоснулись к тому, что такое откликается, групповой процесс. И следующие ваши шаги – это либо дополнительные четыре занятия, которые мы продолжаем, либо это еще раз восьмой сезон в феврале, либо это разборы кейсов в феврале, либо это в феврале уже малые группы. Но малые группы всего лишь будет две. Одна будет группа малая дневная, другая группа малая вечерняя. В группах будет всего восемь человек. Поэтому имейте это в виду, что малые группы, они такие у нас, не многогабаритные. Это коучинг. Он из маленького количества людей. Возьмите меня в следующий раз. Куда вас взять? И я плачу. Мои дети часто это делают. Мне хорошо. Я вижу, что в ком-то откликнулось. Какие-то наши герои. Спасибо вам за кейсы. Я надеюсь, что я с вами не прощаюсь. И мы увидимся с большинством из вас в следующий вторник. Поэтому приходите, пожалуйста. Я иду на плюс четыре. Приходите, пожалуйста. Я все сделаю, чтобы вас выслушать и поработать с вами. Просто формулируйте коротко и понятно. Со знаком вопрос желательно. Спасибо. Очень интересно, полезно. Спасибо вам большое. Спасибо нашим героям. Спасибо. Жду вас на дополнительных четырех. Если нет, то уже увидимся в новом году с вами. На новых проектах. И так далее. Спасибо большое. До вторника. А с кем-то до Нового года. До свидания. Пока.